Сегодня у нас крайний день, как назовем, 220 закон, который говорит о выдаче карт на маршруты, которые мы осуществляем уже не один год. И вот мы здесь подъехали и пойдем в администрацию узнать, выйдут ли нам карты в связи с 220 законом. Будем, наверное, работать, но уже вне закона, по 220 закону, потому что карт нету, а штрафы наступают с 15 июля уже, и с 16-го года будут штрафовать. А что это на штраф? Это штрафы будут применяться и к водителям, и к подпринимателям. Это что штраф карт нету, значит штраф на водителя 5, на подпринимателя 30, а на юридический лиц от 150, от 15 июля. Ситуация на сегодня состоит в том, что в реестре межмуниципальных маршрутов отсутствуют данные по перевозчикам, которые обслуживают в том числе город Тверь, тема межмуниципальных маршрутов. Сегодня, согласно 220 закону, ситуация складывалась так, что после введения его в действие в течение 30 дней они должны были подать сведения в Министерство транспорта. Министерство транспорта после проверки данных должно было включить, либо не включить их в реестр перевозчиков. На сегодня те данные, которые вывешены официально на сайте Минтранса по этим маршрутам, перевозчик не определен. В настоящее время, насколько я понимаю, ряд перевозчиков подали в арбитражный суд на действия администрации Тверской области. По этому поводу в суд в настоящее время идет, решение не принято, поэтому кому выдавать карты, у нас до конца на сегодня понимания нет, из межмуниципальных перевозчиков. А данная акция, ну я не знаю, но я бы мог, есть у меня мысль, что можно расценивать как специально спланированная акция давление на суд, потому что нет на сегодня окончательного решения суда. Сделано предложение по перестройке маршрутной сети так, чтобы убрать 90-100% дублирование маршрутов между собой, где перевозчики разные между собой соревнуются на наших улицах города. И мы все это с вами видим, как они пытаются ради своей коммерческой прибыли, абсолютно игнорируя правила безопасности дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения, в первую очередь идет гонка за прибылью. С нами конструктивно работали, мы участвовали в всех мероприятиях, мы изменяли маршруты, добавляли их, вносили изменения транспортные средства, то есть активно взаимодействовали, считали, что мы считались нормальными перевозчиками и к нам звонили как руководителям. Но вдруг в 2015 году выяснилось, и особенно подводилось 11 января, что когда мы в соответствии с законом подали сведения о своих маршрутах, то они сведения приняли и в реестр принесли, а перевозчиков забыли. То есть по сведениям администрации, например, на тех межмуниципальных маршрутах, которые сейчас есть в городе, перевозчики отсутствуют. И когда идет там запрос из того же министерства, а кто у вас обслуживает этот маршрут, они говорят, у нас нет информации. На основании вот этой своей позиции они не выдают карты маршрута. То есть они нас просто не видят. Цель нашего мероприятия, чтобы привлечь внимание губернатора, чтобы прежде чем подписывать документ планирования, он вникнул в ситуацию. Мы предлагаем уже, наверное, 5 лет сотрудничество по разработке общей схемы. То есть схемы, которые бы устроили и город, и область.